Странная выходка беспардонного Лукашенко возмутила народ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выделил актеру Жерару Депардье участок земли под Минском. Поступок батьки люди восприняли неоднозначно. На главу государства посыпались упреки и обвинения. Земельный надел Депардье достался на так называемом Минском море. Одном из крупнейших искусственных водохранилищ Белоруссии. Участок, который актер получил в подарок от главы республики, стоит немалых денег. Думаю, пустая земля там бы стоила 100-300 тысяч долларов. Подсчитал главный редактор издания «Наша Нива» Егор Мартинович. На Минском море у Депардье будут именитые соседи. Здесь проживает биоклонистка Дарья Домрачева, полузащитник национальной сборной Александр Глеб и другие состоятельные люди. На щедрость Лукашенко белорусы отреагировали неоднозначно. Приобрести свой кусок земли рядом со столицей – недостижимая мечта для большинства, отмечает телеканал «Белсад». Журналисты привели мнение жителей Минска. Некоторые комментаторы не увидели в подарке ничего предосудительного. Главное, полагают они, чтобы актер вкладывал деньги в местную экономику. Другие высказались более критично. Белорусскому народу ничего не выделяют, а почему-то знаменитостям выделяют. Возмутились минчане. Люди недоумевают, чем Депардье мог заслужить такую честь и привилегию. От Лукашенко. На подаренном участке актер планирует построить дом. Проект уже готов, передает РИА новости слова агента-артиста Арно Фриле. Он отметил, что Депардье получил землю еще в 2015 году, когда приезжал в Минск. Напомним, Джерар Депардье получил российское гражданство 1 января 2013 года. При этом он сохранил гражданство Франции. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Дома совсем другой. Дочь Глаголевой показала истинное лицо зверя. Овечкина. Органы изъяли. За что в Турции убили российскую красавицу Гадель. Теперь на строе. Покалеченная любовница Виторгана сделала заявление. Две кружки пива днем. Марку и Гарри потащили ребенка в паб. И многое другое.